Все еще мечтаете о том, чтобы средства из госбюджета распределялись должным образом? Позвольте рассказать вам историю. Дворец, построенный здесь в царствовании Петровой дочери Елизаветы, был назван Аничковым. Дело в том, что рядом был мост, который строился под чутким надзором командира работного батальона Михаила Осиповича Аничкова. Подобные топонимы были не редкость. Вся Гороховая улица была названа в честь купца Горохова, который владел там объектами недвижимости. Елизавета подарила дворец Алексею Разумовскому, который из грязи в князи, точнее в графы. Был певчим, стал вельможей и любовником императрицы. А кто-то утверждает, что и тайным супругом. Когда на трон зашла Екатерина II, она выкупила дворец и подарила его своему суженому Григорию Потемкину. Тот, немудрствовая лукаво, продал его купцу Шемякину. Екатерина опять выкупила дворец и опять подарила его Григорию Александровичу. Тот даже затеял перестройку. Архитектор Старов внес изменения в оформление здания. Творение Земцова, Дмитриева и Растреля из Барочного превратилось в классическое. Однако фаворит императрицы, ссылаясь на крайнюю нужду, опять продает дворец. И как вы думаете, куда? В государственную казну. Таким образом, если проследить за круговоротом бабла в природе, мы увидим огромные злоупотребления. И что самое главное, никто из виновников не пострадал. А кое-кто даже был возвеличен. Да, были казенные траты, но ведь сколько блага они сделали для России все эти люди. Не правда ли? Знакомая ситуация. Изначально дворец был построен к воде передом, к городу задом. Невский проспект тогда был промышленной дорогой, по которой доставляли строительные материалы. От фонтанки был прорыт канал, по которому гости подплывали прямо ко дворцу. Лодки можно было пришвартовывать в специальном гаванце. В 19 веке дворец, как царская собственность, переходил из одних великокняжеских рук в другие. А 17 декабря 1833 года Пушкин у себя в дневнике записал. В городе говорят о странном происшествии. В одном из домов, принадлежащих ведомству придворной конюшни, мебель вздумала двигаться и прыгать. Дело пошло по начальству. Князь Долгорукий нарядил следствие. Один из чиновников призвал папа, но во время молебна стулья и столы не хотели стоять мирно. Об этом идут разные толки. Энн сказал, что мебель придворная и просится ваничков. Ваничков просилась не только мебель. Ваничков просилась жена поэта, чтобы блистать на балах, которые здесь устраивались. На этого хотел и царь. Спустя месяц после предыдущей записи Пушкин отмечает. Третьего дня я пожалован в камер юнкеры, что довольно неприлично моим летам. Но двору хотелось, чтобы Наталья Николаевна танцевала ваничкови. И вот к чему это приводит отрывок письма Пушкина к Павлу Нащекину в том же году. Вообрази, что жена моя на днях чуть не умерла. Нынешняя зима была ужасно изобильна балами. На Масленице танцевали уж два раза в день. Наконец настало последнее воскресенье перед Великим постом. Думаю, слава богу, балы с плеч. Жена во дворце. Вдруг смотрю, с нее делается дурно. Я увожу ее, и она, приехав домой, выкидывает. Слава богу, выкидыш не отразился на здоровье Натальи Николаевны, и она после этого родила поэту еще двоих. Однако мы прекрасно знаем, как отразились великосветские пляски и все, что их окружает на судьбе самого Александра Сергеевича. А мы вернемся чуть назад, чтобы рассказать про дом, который я, к сожалению, пропустил. Это Елисейский магазин.